Шалом мир всем! Приветствую! С праздником Преображения Господня сегодня в православной культуре, традиции. Православный праздник, который именуется Преображением Господним и Преображение Господа Иисуса Христа вспоминается. В народе обычно называется Яблочный Спас. В Греции, с Византии к нам пришла как раз православная культура, православное христианство. В Греции называется и назывался этот праздник, конечно, не яблочным, а виноградным Спасом. Потому что как раз сбор урожая винограда и освещаются плоды. Ну, конечно, и у нас тоже, хотя у нас так здесь не выращивается виноград, но приносят в храмы и арбузы, и дыни, и винограды. Это как праздник урожая, что ли, праздник плодов, благодарности Богу за плоды земные. Конечно, не самим плодам поклоняемся, ни яблокам, ни винограду, ни арбузам, ни дынем. Мы говорим Спасу, поэтому мы говорим Спас, именно Спасителю, Спасителю Иисусу Христу. Праздник, собственно, и само событие преображения Господа Иисуса Христа, которое вспоминается, как раз указывает, что это праздник именно Спасителю Иисусу Христу. Но вот это словосочетание, медовый Спас накануне как раз, яблочный Спас, ореховый Спас, эти наименования, они как раз показывают, что мы благодарим Спасителя нашего, нашего Господа, Бога Иисуса Христа за плоды земные, за мед, за яблоки, за орехи, за все, за все, за все, что дает нам Бог из земли. Есть такая древняя молитва, такая формула молитвенная, древнееврейская формула молитвенная «Благословен Господь Бог наш» или «Благословен Бог наш, давший нам хлеб из земли». То есть и вот благодарим Бога за хлеб из земли. Так что с праздником всех вас, благословения всем вам и за урожай плодов земных, благодарим Создателя из Тулы. Всем вам привет огромный. Здесь сегодня дома, в семье и после поездки в Киев, Харьков, вот сейчас отдыхаю дома. Вот мы сейчас с Колей вместе, здесь с Николаем. Вот и здесь очень красивое место, это район больницы. Ну да, там вот сзади вас, значит, мы лицом сейчас смотрим, у нас такой советский корпус, а сзади вот перед вами, мы на фоне такого старого, еще дореволюционного, такого еще 18-го столетия такого здания, одно из красивейших зданий здесь в Туле. Вот, да, именно в Заречи, именно вот на Зарекове. Так вот, благословения всем вам и пусть в сердце наше будет благодарность за плоды земные, да, за то, что на самом деле мы же благодарим Бога за все, за урожай плодов земных, хотя мы сейчас не сельские люди, конечно, сельским хозяйством занимается не так много людей. В Израиле, не помнишь, сколько там населения, по-моему, даже не то 3% населения, не то 5%, то есть очень немного совсем людей, вот именно занимается сельским хозяйством. Вот я прочел как-то, что в кибуцах проживает, значит, в еврейских колхозах, там очень немного населения. В целом сельским, связано с сельским хозяйством, с производством, с вращиванием, по-моему, не то 7%, не то до 7%, то есть очень немного, но при всем при этом израильские фермеры, вот эти вот как раз производители, сельские рабочие, сельские жители, производят столько продукции, что кормят не только весь Израиль, но и Россию кормят, и многие страны мира, и вот здесь даже в Туле картошку покупали, да, мы? А, морковку, морковку. И то, и другое. А, и то, и другое, да, и картошку, и морковку, короче, именно израильское производство. А что еще? Мы что-то еще брали здесь. Зелень. Зелень, да. А, редис, по-моему, брали, да? Редис. Редис тоже покупали, тоже как раз, да, тоже из кибуцев. Вот так вот, так что здесь вопрос-то не в размере, вопрос-то не в том, что насчет, насчет какого, какое количество занимается чем-то, а в КПД, как мы говорим, коэффициент полезного действия. И на праздник урожаев, ну, вообще в традиции, допустим, почти во всех христианских церквях это есть. Вот, допустим, в американской традиции, допустим, да, вот заокеанской, от нас, от нас заокеанской традиции, вот там это совершается в ноябре, да, ноябрь. Николь, какой там, не помню, какая неделя, ноября. Ну, где-то к концу уже, ближе ноября, я вот все забываю, по-моему, третий или какая там, четвертая, третья неделя, третий четверг, по-моему, четверть ноября. Я помню, что перед Черной Пятницей, вот как раз вот туда там, большие скидки эти вот как раз, такие обычно самые большие в году скидки. Ну, вот последний или предпоследний там четверг, то есть в конце ноября, вот по традиции такой, сложившейся уже там в Америке, празднуют День Благодарения. Thanksgiving Day. Да, то есть День, когда благодарим Бога, вот. И он межконфессиональный, это даже и неконфессиональный, это вообще-то такой национальный праздник уже, не только там церковно-религиозный. Вот, у нас нет такого отдельного Дня Благодарения, но можно сказать, что вот сегодняшний день, вот этот преображения, да, Спас, Яблочный Спас, там, Ореховый Спас, там, Медовый Спас, это все, по сути, наши Дни Благодарения, как бы, это вот наши дни, наши праздники Благодарения, как бы, вот. Потому что вот тот день благодарения, который вот за океаном существует, ну и в других многих сейчас странах он так или иначе, в такой или иначе форме он существует, это как раз день, когда в США непосредственно возник, когда первые переселенцы, да, эти пилигримы, они выжили в очень тяжелых условиях. Они выживали там, то есть, ну, на самом деле было очень тяжело. Не от хорошей жизни они из старушки Англии и вообще из старушки Европы, будем так говорить, перебирались на новую землю. Не от хорошей жизни они переплывали океан, рискуя своей жизнью, здоровьем, и даже порой и умирая по дороге, в поисках новой родины они переплывали океан. Не от хорошей жизни, спасаясь от гонений, по сути. Большинство из них, пилигримов этих, тех же самых там, там, вот эти вот нынешние Амиши, Менониты, ну, Европа, к сожалению, в то время на кострах инквизиции, будем так говорить, уничтожала своих лучших сыновей и дочерей. Ну, вот, и горе было Европы большое в этом, конечно. Но верующие погибали, конечно, тысячами погибали, вот, в застенках, в казематах, там, на кострах. Но из разных стран Европы потом переплывали и в поисках новой родины. Потом выживали очень в таких суровых условиях, конечно. Вот, многие даже первую зиму не пережили и умерли. Но те, кто выжили и прожили первую зиму и первое лето, собрали урожай, и вот пригласили своих друзей индейцев, которые, значит, помогали к раздружественной народности, были и враждебны, в большинстве своем, к сожалению, вот, ну, Северная Америка, она имела мало населения коренного, в отличие от Центральной или Южной. Но, значит, и в основном были, конечно, к сожалению, настроены враждебны друг к другу, и война междуусобица такая, и негостеприимные совершенно. Вот, хотя были такие гостеприимные. Слава Богу, этим верующим повезло, там были гостеприимные племена, которые даже помогли им, по преданию, даже индейок научили их там, как-то ловить там, выращивать там. Вот поэтому индейка на Thanksgiving Day традиционно. А на зале были вообще угри. Угри, да? Угри. Ну, короче, все, что есть, то есть, вот как бы, что Бог послал, говорится. Вот, как выживали. Это, кстати, вот в Архангельске я был. В Архангельске, о, точно. О, сейчас вспомнил, надо же, я забыл, совсем, сейчас только вспомнил. В Архангельске был, там еще даже есть памятник тюленю. Или моржу. Тюлень, по-моему, тюлень, да. А почему? Потому что во время Второй мировой люди голодали и умирали, и вот выжили в большинстве своем там, в том регионе, благодаря тюленям. То есть, ну, их убивали, их и ели. Вот, и благодаря вот то, что, значит, а до того их особенно и не ели там. Вот, может, какие-то местные там какие-то, их там пробовали есть там. Но, в принципе, вот, обычные люди, которые жили там, вот, белые люди, будем так говорить, их не ели. Ну, как говорится, голод не тетка. И вот, и когда, значит, там была война, и голодали люди, вот, выживали, да, тюленями, да, их ели. Вот, пачками просто ели. Подъедали всех подряд, там, этих тюленей, значит, нот, даже в благодарность, вот, за выживание свое во время войны. Даже такой памятник. Я видел, даже там фотографировался где-то, кстати, надо посмотреть. Где-то фотографии были там, да, с тюленем, с этим, значит, он где-то на фоне этих, всех этих там, как раз. Вот так, так что, вот. А таким памятником, как бы, вот, значит, американских переселенцев стал, стал индейка. Потом, впоследствии, индейка, потому что, как бы, это самая такая запоминаемая такая еда. Вот, а у нас яблоки, да, у нас яблочный спас. Вот, как бы, у нас не индейка, у нас яблоки, обычно. Вот, ну, на Руси, вообще, самая такая ходовая пища, из фруктов, в общем-то, не так-то и богатая. А сейчас, конечно, сейчас привозят и бананы тебе, пожалуйста, значит, бананы сейчас дешевле, чем яблоки. Ну, все, пожалуйста, из Тули. Вот, и что хочешь, привозят. Как в Украине говорят, был бы грош. Вот, там, по-моему, деньги, так все есть. Вот, а тогда, особенно, не было ничего, вот, на Руси-то, особенно до Петровской Руси. Так, яблоки были, даже груши были редкостью, но, в основном, яблоки были. Вот, как бы, яблочный спас. Вот, сейчас уже и виноград, и что хочешь, пожалуйста, купи. Вот, и мед, конечно, медовый спас. Даже такая поговорка была, по-моему, у Дали что-то записано, ну, у кого-то есть, там, собирателей сказок этих всех, что, значит, на медовый спас даже нищий последний метку поест, как бы, значит, потому что всем давали мед есть, даже те, кто собирал мед, обычно приносили к храму, и даже сам обедом раздавали, значит, там, значит, там, благоставляли, как бы, метку даже нищим последним давали мед поест. Вот, то же самое орехи, орехи, это такое и лакомство, и еда, на Руси была всегда, вот, распространенная. Тоже ореховый спас, поэтому его следующий называют праздником. Это все праздники в честь Спасителя, в честь Иисуса Христа, поэтому они спасены, именуются. А вот эта присказка, там, медовый, там, значит, такая приставочка, там, медовый, яблочный орех, это все, как бы, лишь, как бы, как знак нашего благодарения. Это вот наш день благодарения, сегодня тоже, сегодня 19 число, июля, о, август, сори. 19 августа, это день благодарения, вот так. Так что, благодарим Бога за все, и за орехи, и за мед, и за яблоки, такое, кстати, можно, мы слип, приготовить такое, что орехово-яблочное в меду, что-то такое блюдо, да. Это будет наш день благодарения. Да. Так что, но самое главное, Даша, вот там вот, в Греции, в Византии, там, бывшей, вот там назывался все время, это спас этот виноград, потому что, как раз, урожай винограда. Но смысл в том, что мы за все благодарим Бога. И в Библии, в Библии, в Божьем слове, как раз и говорится, что за все благодарите. Вот. Благодарим Бога за хлеб, соль, за воду, за все благодарим. И когда мы кушаем, мы благодарим Бога за то, что Он создал все нам. Хлеб из земли дал нам, плод виноградной лозы, воду дал нам, все. Вот. Ну, а тема, вот как раз, преображение Господня, это такая огромная тема. Я проповедовал на эту тему, как раз, в Харькове, вот в этом воскресенье. Так что, кому интересно, более детально, как раз, и с местными, и с писанием, значит, там, то посмотрите. А с примерами такими, приводил здесь жизнь свою тоже. Харьковскую запись, вот, получается, 16, да, 16 число, да, запись 16 августа. Вот я сейчас уже дома, уже в Туле. Так что, благословения всем вам. Во Христе Иисусе Сергея и Николая Журавлёвы. Благословения всем вам. Шалом. Мир всем. Шалом. Шалом.